здравствуй друзья это томская область город кедровый посмотрите как живут люди которые добывают нефть и газ занесло нас по дороге в город кедровый стратегический городок нефти и газодобычи в томской области здесь наверное дубай но в основном люди здесь живут вот в таких вот бараках заметьте этот город добывает нефть газ в сверхдержаве газовый типа того дорога сюда 200 километров летом они называют дорога в ад не супермаркетов не магазинов зато все убогие вот эти вот дома обклеены вот люди решают единая россия люди наверное решили что им замечательно жить вот в таких вот разваливающихся барак я даже боюсь заходить туда внутрь слева дом в котором живут люди которые добывают газ в россии справа дом в котором живут люди которые добывают газ в нидерландах мы же с вами не хотим как в нидерландах правда костромские чинуши решили ничего не делать для народа переложили все проблемы на доверчивую молодежь популярное советское движение сейчас возрождается с современными тимуровцами дорогу идете и посыпаете чтобы мэру было не скользко проехать на porsche cayenne turbo который куплен на бабки выделенные на покупку снегоуборочной машины улицы родного первомайского поселка благодаря таким регулярным тимуровским рейдом становятся безопасными для пешеходов закончив бороться с гололедицы и тимуровцы идут в продуктовый магазин фрукты молоко хлеб сахар соль все это для больной бабушки живущий неподалеку что и требуется помощь первым узнал тимуровец тимофей захаров в самом деле не чиновникам же помогать этой пенсионерки чиновникам сейчас есть задача поважнее покупаться и позагорать странах нато а вот это город томск неслыханная щедрость жене мобилизованного приехали наколоть дрова возле дома мобилизованного асиновца кипит работа мужчина был призван по повестке 28 октября посмотрите на деревянный дом освободителя который поехал освобождать людей которые живут в кирпичных домах с электричеством газом и туалетом дома остались сын дочка и жена в ожидании третьего малыша зимой хлопот хватает главное заготовка дров сами понимаете как бы быстро уходят эти дрова то сами понимаете россия самая богатая природным газом страна мира 21 век понятное дело дрова быстро уходят соединенные штаты отключили от доллара газпром банки ввели санкции против дениса монтурова денис как дела как настроение депутат газдумы решил бесплатно раздать российские земли американцам и европейцам чтобы остановить демографический кризис европейцы ломанутся работать в россию бросят эти свои работы заработной платой 2500 евро и переедут работать в россию за 250 7 миллионов людей европейцев на которую сейчас наступает арт и ужас и значит американцы просто с удовольствием дают давайте посочувствуем этим американцам это чё в рифму отвечать нужно давай попробуем а у нас а у нас президент не и поэтому легко покупаешь ты авто а на грузчика зарплату можешь снять с бассейном хату кроссы ты берешь любые хошь такие хошь такие и на завтрак у тебя не какая-то а форель и авокадо россиянам так не надо можешь даже скутер взять если в кайф на нем гонять есть проектор есть ноутбуки брюки деньги не на черный день она всяку типа коптера такого или какого-нибудь другого нету бабок на помойках моют смартики на мойках и везде порядок тут о смотри растет грифрут ну а если ты про газ так ведь есть он и у нас бабок нет топи дровами воду приноси ведрами хавай с крыши мерзлый снег можешь жить как человек проживая так свой век а когда наступит день снова портить бюллетень выбери опять его ну то самое и величие россии вновь продлится с новой силой деньги есть но не для вас просто путин конец января эстония замерзает эстония город таллинн посмотрите этот кошмар мы буквально умираем без российского газа у нас тут юга метели снега по колено выйти на работу даже невозможно сейчас только середина зимы как дальше жить то газа станет российского я тут в валенках фуфайки сижу мерзлым просто невозможно сейчас вам покажу страх божий это снаружи это внутри дома в аварийном состоянии все насквозь промерзло это все лед чисто лед чисто он стал активом повсюду плясень эти после горелый дом как как мы будем жить дальше без российского газа как и вообще не понимаю собачников просят принести вычесанную шерсть чтобы помочь участникам и своего вместе мы победим абрамса и леопарды посмотрите как выглядит вблизи пафосный храм вооруженных сил это главный храм вооруженных сил российской федерации тут вот на пену лишь посадим просто это нужно быть крайне за очень большие деньги отмывание бабок по-русски смотри на достояние техники на пену посадить плитку все лопано и треснуто вон у полагителя звал ужас какой просто ужас скрепненько так духовненько по-домашнему